О наболевшем, разноплановом мусоре на берегах, бытовом, биологическом и шумовом, на фоне красот синеокой. Добро пожаловать на озера и реки Белоруссии! Эта тема появилась от неоднозначных эмоций, полученных в ходе летних путешествий по берегам наших озер и рек. По сути, это крик души, это желание пообщаться с единомышленниками, коими, по глубочайшему убеждению, является большинство путешественников. Так что речь ни в коей мере не идет о занудстве и нравоучениях. Просто наболело, и необходимо высказаться, чтобы все эти эмоции не выжигали нутро. Не менее важно, да и просто необходимо попытаться расставить информацию объективной реальности по полочкам, чтобы понять, как со всем этим жить. И главное, выжить, сохранив человеческий облик. Выжить, не став скотом. И еще, речь не идет о нытье, мол, все пропало, все кругом, ну, как это там, если говорить культурно, экскремент. Нет, речь о Белоруссии, где очень много хорошего. Здесь глубочайшее убеждение, что белорусы в подавляющем большинстве – люди с нормальными человеческими понятиями и мышлениями, как в отношении к природе, так и друг к другу. И опять же, это не теория, а опыт общения с людьми на берегах озер и рек Белоруссии. А вот за весь мир не скажем, мы не политики и не предсказатели. Итак, мусор и экскременты. Два этих понятия совсем не случайно объединены словосочетанием. Не секрет, что и то, и другое на берегах озер и рек зачастую занимают одни и те же позиции. И, к великому сожалению, эти явления не исключение из правил и не редкость. Пример. Да, пожалуйста. Стоянка пески на левом берегу Березины. Сама стоянка весьма неплохо оборудована. Даже, правильнее сказать, хорошо оборудована. Здесь даже вместо обычной таблички, гласящей о запрете купания, есть передвижная станция «Освод». Причем сама по себе стоянка весьма чистая. Но, буквально перед соответствующими табличками, оповещающими о начале территории стоянки, примыкающий лес буквально усеян одноразовыми салфетками с соответствующим дополнением. И тут речь даже не о том, что невдалеке расположен туалет. И не о том, что при нужде желательно использовать лопату, чтобы закопать испражнение. Или хотя бы прикрыть все дерном. Речь о том, что как же это нужно мыслить, чтобы ходить в туалет буквально непосредственно у столь людного места. Причем речь тут явно идет не об одном индивидууме. И это проблема. Огромная проблема современности. Дошло до того, что на многих, даже не подъездных берегах, к концу сезона трудно найти место, чтобы не воняло испражнениями предыдущих отдыхающих. И если мусор за недоносками и деградирующими туристами, в том числе так называемой элиты туристов, закапывающий мусор, еще можно убрать, то дела с разлагающимися и неприкрытыми экскрементами обстоят совсем по-другому. Что делать? Для начала не замалчивать столь важную проблему. Безусловно, совсем не факт, что такой подход решит проблему с экскрементами туристов. Но точно это будет положительный шаг в сторону эволюции, а не деградации. И вот тут вездесущий интернет, как говорится, в помощь. Как ни крути, хоть до кого-то, но все-таки дойдет. А туризм, как известно, штука очень непростая. Многогранная, неоднородная и неоднозначная. Не дойдет? Дойдет, дойдет. Более того, уже доходит. Тот же мусор на берегах все чаще и чаще не оставляют, забирают с собой и убирают, в том числе за недоносками. Хотя еще каких-то 15 лет назад убрать мусор за кем-то на берегу зачастую считалось чуть ли не позорным явлением. Сказывалась совковая идеология жизни, так сказать, по понятиям. Сегодня убрать чужой мусор с места своей будущей стоянки – обычное явление, которое, мягко говоря, не вызывает стыд. К слову, чтобы предотвратить деградацию сознания, необходимо для начала называть все своими именами и не передергивать общечеловеческие ценности. Так, согласно словарю Даля, турист – это просто путешественник. Соответственно, им может быть кто угодно, когда он путешествует. А то начинается – да не, они не туристы, а вот мы, вот мы туристы. Или еще хлещи – это так, отдыхающие. А вот мы – элита туризма. И вот от таких элит потом мусор из-под земли вылезает. Ну да, элита недоносков-закапывателей. Недоноски-закапыватели – еще одна важнейшая проблема. Про мусор и виды недоносков – интеллигентные недоноски, щедрые недоноски, заботливые недоноски, продвинутые недоноски и так далее – уже сказано-пересказано. Казалось, что уже упомянули и все виды оставляемого недоносками мусора. От бутылок, пластика, недожеванной еды до умывальников, стен и крыш беседок из пленки, а также банок с водой. В общем, всего того, что не употребили и с собой не забрали. А нет, не все и не всех. К величайшему сожалению, имеется еще один вид недоносков – закапыватели. Да-да, те, которые мусор закапывают. А затем этот мусор вылазит наружу из-под мытых берегов. Наглядно демонстрирую всю мерзость темных уголков натуры человека. Причем наиболее вредный вид недоносков-закапывателей – это не те, которые закапывают свой мусор потихаря, а те, кто глубоко убеждены, что они правы и делают все правильно. Некоторые недоноски-закапыватели апеллируют понятиями, что, мол, когда-то читали в инструкциях по туризму, что мусор нужно закапывать. Ох, как трудно порой обходиться без мата. Тут невольно возникает встречный вопрос – а голова зачем? Совсем с ней туго, что ли? И вот именно здесь кроется самое страшное в отношении к окружающему миру. С головой-то у них все в порядке. Совсем не дурачки. Они преотлично понимают, что те самые инструкции 70-х годов вполне отвечали своему времени. Тогда практически не было упаковочного пластика, а целлофановые пакеты многократно мыли и уж точно не разбрасывались ими в походах. И главное, те самые инструкции предполагали, что весь закапываемый мусор должен был достаточно быстро разложиться, для чего в обязательном порядке консервные банки после использования подлежали обжигу в костре. Да уж, в те времена даже предположить было нереально столь глубокую деградацию человеческих ценностей и понятий. Все эти нюансы закапывателям, и уж тем более закапывателям со стажем, хорошо известны. Но некоторые из них предпочитают помнить лишь то, что нужно закапывать. А ведь любому простому мыслящему человеку понятно, что пластик под землей не растворится даже в необозримом будущем. Соответственно, должно быть понятно, что закапывать мусор, который не разлагается, мягко говоря, не на до. А правильно, это когда не закапывают, а все то, что привезли, принесли с собой и не использовали, забрали обратно с собой. Причем слово «все» основополагающее. Шумовое загрязнение. Помимо мусора и загаженности экскрементами берегов, большой, а порой буквально громадной проблемой является громыхающая музыка и пьяный гвалт на берегах. Причем последние годы эта проблема только усугубляется, что напрямую связано как с увеличивающимся количеством отдыхающих на водоемах, так и техническим прогрессом в виде портативных звуковых колонок. Приходится сталкиваться с тем, что в местах массового отдыха, совершенно рядом друг с другом, буквально вопят по две-три таких колонки, и каждая на свой лад. Что воочию демонстрирует полное пренебрежение к окружающему миру и крайне низкую самооценку индивидуумов, пытающих выделить свое эго путем перекрикивания соседей. Весьма показательно, что в таких, так сказать, перепевках чаще всего звучит музыка из категории блатных, полублатного шансона и русскоязычной попсы. Впрочем, проблема тут не в стилях, а в отношении к миру, отношении к людям и к природе. И вот что очень-очень важно. Мусор, загаживание экскрементами и шумовое загрязнение берегов – это не просто три огромные проблемы. Это три действия, которые люди совершают совершенно сознательно, в здравом уме и твердой памяти. Тут речь не идет о бескаженном мышлении, душевных и психологических болезнях. В подавляющем большинстве мусорят, загаживают и шумят совершенно сознательно. И вот это в современном мире информации действительно страшно. Это показатель деградации мышления, приводящий к гораздо худшим последствиям, с которыми приходится сталкиваться в последние годы. В плане орущей музыки на берегах водоемов часто говорят, что тут ничего не поделаешь. Мол, это менталитет такой. Поделаешь, и еще как поделаешь, и менталитет тут совсем ни при чем. Да, проблема большая, и махом ее не решить. Кому-то нужно рассказывать, что орущая музыка будет приносить вред даже в самом диком месте и полном отсутствии людей. И тут уместно вспомнить, что помимо людей в мире живут звери, насекомые, птицы и та же рыба, на которых орущая музыка точно влияет не в лучшую сторону. Недаром же в некоторых странах существуют запреты и ограничения музыки на природе. Какие? Есть регионы, где на пляжах запретили использование колонок. Существуют и ограничения на музыку громкостью выше 45 дБ. Причем понять, что такое громче 45 дБ, проще простого. Большинство источников интернета сходятся во мнении, что 45 дБ – это средняя громкость человеческой речи. Некоторые добавляют. Еще примерно на таком же уровне звука шум воды из крана по раковине, ровный негромкий гул автомобиля, шум работающего советского холодильника, звук эпилятора и стиральной машинки. А еще, к примеру, в Великобритании нельзя играть громкую музыку без лицензии. Почему такие ограничения существуют? Да потому что хамов и нежелающих понимать суть бытия хватает везде. Хватает и тех, кто считает себя выше всех, лучше всех и умнее всех. Тех, у кого уже произошла деградация мышления. Так что существуют и правовые рычаги в виде тех же штрафов. Правда, не в нашей краине. Хотя понятие «шумовое загрязнение» и у нас широко применяется, но, к сожалению, не в природной сфере. Кто мешает ввести ограничения на музыку на природе в неотведенных на то местах? Вопрос, как говорится, риторический. Честно говоря, даже не было слышно об обсуждении данной темы на официальном уровне. Хотя проблема орущей музыки на берегах водоемов среди людей поднимается часто. Понятное дело, что многим такие ограничения не понравятся. Но явно это будут те, кто еще не понимает всей прелести, да и сути отдыха на природе. А музыкальные стоянки тоже вполне могут быть. Но там, где будет выбор и тихих мест. К слову, такую стоянку хотели сделать на Вилейке. И точно известно, что на одном из озер долгие годы разрешалась только живая, не электронная музыка. А гитара всегда пожалуйста, чем не вариант. А еще ведь существует этикет общения, когда каждый старается не мешать другому. Ну такой, обычный этикет, основанный на взаимовыважении. Но, к сожалению, нынче у многих такой этикет, так сказать, не в тренде. Плохие мысли В плане разнопланового мусора и загрязнения крайне важно то, что нормальных людей посещают как нормальные, так и плохие мысли. Да-да, посещают. Не посещают, наверное, только деградирующих во времена, когда плохие мысли и плохие желания были, так сказать, недопустимы. И то глубоко сомнительно. Никто же не отменял банальных истин, что человеку свойственно ошибаться, свойственно бороться собственными темными мыслями и темными желаниями. Впрочем, явно есть и другие особи. Но это уже совсем другая тема, аккурат для психиатров и пропагандистов. Но, к счастью, к туризму она относится лишь косвенно. И вот что интересно. Почему-то те, которые осознают и понимают, что мысли бывают и плохие, и то, что с плохими мыслями, как и с плохими желаниями необходимо бороться, мусор после себя не оставляют. И это не все. С плохими мыслями и плохими желаниями все довольно просто. Все как с явным врагом. Но ведь нас порой посещают, так сказать, и полуплохие мысли. Пример. Да, пожалуйста. Снимаем лагерь. Все собрали. Кострище залили. И тут в заключительном обходе лагеря обнаруживается пара фантиков, упаковка от воблера, да баночка от опарышей, оставленная с пустой пачкой сигарет незадачливым соседом или в крайнем случае товарищем, который уже уехал. Все это в кучку. И тут взгляд останавливается на кострище. И сразу мысль. А что? Мы тут и дровишки оставили. Так что те ребята, которые приедут и разожгут костер на наших дровишках, сожгут и этот мусор. Тем более он не наш. Вот только мусор вот сейчас бревнышкам придаем, ну, чтобы ветер не разнес. К величайшему сожалению, такая картина встречается часто. Вот только еще не приходилось встречать тех, кому бы по приезду на берег такая картина пришлась по душе. Человек мусорящий. Вот дошло до того, что приходится говорить о банальном. О том, что человек помимо того, что мыслит, он еще и мусорит. Причем местами последствия такой человеческой жизнедеятельности выглядят просто ужасающе устрашающими. И вот тут удивительно, хотя очень часто, приходится говорить о том, что чисто там, где убирают. О том, что в ходе своей жизнедеятельности человек вольно или невольно мусорит с устрашающим постоянством. Приходится даже говорить о том, что все прекрасно знают, что блага цивилизации, помимо комфорта, это и разноплановые упаковки, и даже техника, оставляющая далеко не безобидный след на земле. Ну и тому подобное. Как бы ко всем этим благам не относиться, это неотъемлемая часть современной цивилизации. Это, если угодно, выражаясь языком медицинских рецептов, побочное явление благ цивилизации. Так что появление мусора в современном мире, если и ненормально, то хотя бы логично. Ненормально другое. Ненормально, когда за собой не убирают. Когда не хотят понимать, что исходя из объективных обстоятельств современности, чисто будет там, где убирают. Жаль, что не все это хотят понять. Не менее пагубно в этом плане лишь декларировать, мол, что чисто там, где не мусорят. А что? Не мусоришь, запрещаешь мусорить, и все тут. Нет проблем с мусором. Отчитались. Ну-ну, принципы такие часто слышны. Но так себе, далеки они от реальности и созидательного мышления. Тут даже говорить не хочется, что мусор в громадных количествах, если там, где вообще некому и нечем мусорить. И вот еще что. Очень показательно, немая реакция тех, не мусорящих, кому говоришь. А вот вы, видимо, не мусорите совсем, и пылесоса с метлой у вас нет. Это понятно. Зачем они вам? За вами-то мусора не остается, и улицы ваши не убирают. Вы же следите за тем, чтобы никто ни-ни, никогда ни-ни не мусорил. И подъезд дома чистый сам по себе. Красота. Повесил табличку, сказал в телевизор, чисто там, где не мусорят, и живешь себе спокойно в чистоте. Отчитался. Это понятно. Непонятно тогда, откуда растут горы свалок. Ах да, это так, просто растущие холмы. Но есть же у нас камни растущие. А холмы что, не могут? Да ладно, все далеко не так безнадежно, как может показаться. В Белоруссии много раз приходилось встречаться с людьми, которые убирают берега не только за собой, но и за недоносками. И большей частью делают это без пафоса и без показухи. Хотя справедливости ради, нужно сказать, что такие действия уборки за недоносками зачастую сопровождаются крепким словечком и довольно часто в виде отборного мата. Ну да, каемся. посещают не только дрянные мысли с дрянными желаниями, но и плохие словечки. Да что там словечки? Целые тирады. И не только о недоносках. Благодарю за общение. Подписывайтесь на канал Озера и реки Белоруссии. Заказывайте туристические путеводители по Озерам и рекам Белоруссии через электронную почту проекта. Ссылка в описании. И до встречи на Озерах и реках Белоруссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова